добрый день с вами на 4 и сегодня расскажу что такое стратегии видеоигры да скажете вы это действительно странно рассказывать про этот жанр игр который практически мертв в 2020 году но почему бы и нет ведь в 2020 году выйдут или уже вышли такие стратегии как переизданный 3 warcraft возможный выход age of empires 4 концу этого года перезагрузка серии the settlers и многое другое кажется что все новых стратегий нет только переиздание перезагрузка и новая age of empires 4 которые будут отличаться скорее всего график не более больше я ничего не но если вы фанат серии age of empires напишите пожалуйста в комментариях если отличие со старыми играми этой серии или нет очень будет интересно это почитать так о чем весь этот разговор спросите вы зубы нам заговариваешь а в чем смысл твоего видео непонятно хорошо я вас понял тогда перейдем к истории жанра прямо сейчас история стратегии начинается с появление на миг на бокс одессы игре инвейджин 1 до его стратегии почему там потому что сражение в игре происходили как в пожилом понки то есть на экране телевизор а стратегическая часть игралась на настольной доске появление же настоящих стратегических компьютерных игр произошел с выпуском микрокомпьютер и арси 80 и apple 2 для которых началась волна адаптации существующих настольных игр новатором первых стратегических компьютерных игр стала компания стратегик simulations inc которая начала адаптировать известные игры компании эвелон хилл первой стратегии можно считать компьютер бисмарк которая повторяла настольную бисмарк но уже сто процентов на компьютеры нежели инвейджин эвелон хилл быстро заметил изменения на рынке и начала разрабатывать свои игры составив конкуренцию strategic simulation inc однако последняя быстро захотела лидерство выпустив 1981 году 12 игр пока шла эта битва за рынок стратегических игр в том же 1981 году на рынок вошел новый конкурент отари со своим новым продуктом эстон фронт сразу же после ее выхода она сделала все существующие компьютерные стратегические игры устаревшими в этой игре разработчики не старались обойти особенности компьютера как платформа а сфокусироваться на его возможностях что сделал большой шаг в развитие для жанра сюжет в этой игре развивается как симуляция одного года операции барбарус во время немецкого вторжения в ссср где на происходящее влиял множество факторов от морали войск до погоды игра получилась сложная и насыщенная именно за счет использования ресурсов компьютера изначально отари сомневались в этой игре но вскоре игра завоевала популярность среди игроков и этот успех застал компанию пересмотреть свою политику в данном жаре в 1983 году выходит reach for the stars от австралийской компании стартедик старый с гроу где перед игроками была поставлена задача не только управлять боевыми единицами но и использовать экономику со множеством научно-фантастических технологий эта игра имела все признаки жанра 4x еще до того как это стал мэйстримом жанр 4x если не знаете вкрас четыре слова explore expand exploit exterminate если по-русски исследования расширения эксплуатации в мечтах пример таких игр warcraft age of empires civilization и многие игры этого жанра в конце 90-х начале 2000 также 4x стратегии могут быть как в реальном времени так и пошаговые не только reach for the stars помещал игроков космических сеттингх тратить их симуляций инк и эволон килл выпустили свои косминга инсту и и джо меда конкурс где тоже были 4x элемент но в этих играх основной процесс сосредоточен на боевых сражений ну а дальше был подъем жанров 90-х вплоть до 2010 года когда вышел starcraft 2 и жанр начал стагнировать до нашего времени что ж это была история жанра стратегия видеоиграх переходим ко второй части классификации стратегий первая классификация это tbs turn best strategy по-русски это переводится как пошаговая стратегия игры в которых игроки производят свои действия получили пошаговые стратегии появились раньше арте с и отличаются значительно большим разнообразным разделение игрового процесса на ходы отрывает его от реальной жизни и лишает игру и динамизма в результате чего эти игры не так популярны как стратегии в реальном времени с другой стороны в tbs у игрока гораздо больше времени на размышления во время совершения хода его ничто не торопит что позволяет уделять больше времени в планирование примеры таких это тот фирс по мать и magic цивилизей шин икс камп и другие следующая классификация арте с рил там стратегий переводится как стратегия в таких стратегиях игроки производят свои действия одновременно первая игра получившая известность в этом жанре было дюна 2 1992 года но все-таки первой игрой которая вложила 80 процентов геймплейных фишек в жанр была сердца к звуэй 1989 года на сега мега drive в настоящее время жанр стратегии в реальном времени стал весьма широк и включает игры совершенно разного типажа от тактических варгеймов до глобальных стратегий поэтому классические стратегии во время времени вроде дюны традиционно называют классическими арте с вкратце содержит несколько общих принципов загибайте пальцы 1 экономики в игре наносит вспомогательный характер и нацелена на сбор ресурсов второе в основе экономики лежит здание можно строить и разрушать 3 сбор ресурсов осуществляется особыми юнитами в специально предусмотрен для этого места 4 ресурсы могут быть разных видов например золото древесина деньги металл уголь и так далее 5 юнит неважно какой мирный военные летающий он должен быть шестое все здания и юниты имеют радиус обзор дальше которого видеть они не могут 7 должен присутствовать фаг об туман войны то есть игрок не видит территорию куда еще не ходил на карте игрок видит только тени объекта например вражеского здания но не юнитов противника примерно таких игр warcraft команд and conquer armies of exego stronghold без туман войны sudden strike и многие другие в основном эти две классификации rts и tbs составляют основу жанра стратегия в целом остальные классификации побочные например экономические глобальные браузерки тактические варгеймы и моба все они так или иначе связаны между rts и tbs на этом классикация заканчивается переходим к третью часть будущее же знаете я не думаю что этот жанр расцветет как было и времена возможно людям наскучило играть в стратегии ведь даже быстро классикация rts не так быстро как например шутер людям не то что не интересно играть а жанр просто не подходит по времени зачем людям играть в долгие матчи civilization если ты можешь уделить примерно 30 минут своего времени на любой шутер и пойти дальше по своим делам и сейчас огромного спроса на строге и нет поэтому будущее для этого жанра более печально чем для других в любом случае это мое мнение но вы пожалуйста напишите комментарии что думаете по этой ситуации будет ли восход этого жанра в этом десятилетии под эту грустную ноту я заканчиваю этот рассказ заходить еще на этот канал потому что следующее видео будет на обзор стратегии если вам интересны обзоры на игры дословно конечно же то угадайте что за игру а я пошел всем пока по скриптум если вам интересна эта тема о которой сейчас рассказал то в описании я ставлю видео разных креаторов которые сделали обзор на жанр выберите себе по названию и посмотрите возможно ваша картина дополнится об этом жанре вот теперь точно все всем пока